И вот. Слышно, прям, когда все резонансы отключаются, мне кажется, больше становится. Я же преподаватель. Мне хочется где-то найти хоть что-то. Но нет. Мне кажется, интересно, он как бы берет за ухо и ведет тебя дальше на протяжении всей песни. Ну, тут вообще, конечно, удивительные звуки такие. И, как правило, вот таким звуком можно уходить довольно низко. Но у него слышно, что... Сален Гостар. С вами евразийский панк-клуб Димаша Кудребергена. Мы в гостях у очень интересного человека, с которым я познакомилась три года назад. Это Кристина Дурманова, вокал-коуч. Кристина Дурманова, действующая певица, директор кавер-группы, вокальный коуч на протяжении уже более 10 лет и основатель вокальной студии Music Factory. Расскажу, как мы познакомились. Три года назад, 17-й год, апрель месяца, увидела в ютубе Димаша и, в общем, началось все как у всех фанатов. И мне захотелось петь. Вокалисты из меня не получились, но, помучаясь своего вокал-коуча на тему Димаша, я была обязана, чем я и занималась упорно все занятия. «Хотела предложить тебе песню на более понятном китайском языке. Ауа Лапа» – песня была исполнена в Китае на конкурсе «Марска», где Димаша принимал участие. То есть я сейчас услышу это первый раз. Да. И тут надо сказать, очень люблю смотреть китайские шоу, когда показывают ярко реакцию зрителей. У них вообще эта традиция ярко показывает свои эмоции. Узнала об этом, когда была в Китае в путешествии. То есть мы были в музее, рассказывали про китайскую оперу. Так вот, у них эта традиция так бурно реагировать. И китайские исполнители, приезжая в страны Европы, не могут понять, нравится зрителям или нет, потому что у нас принято слушать внимательно. И только уже по окончании песни давать свою реакцию. У них принято реагировать сразу. Сразу во время исполнения давать понять, что да, давай еще, это круто. И надо сказать, межнациональная семья Диерса уже тоже стали перенимать вот эту большую традицию. То есть когда люди приходят на концерт Димаша в первый раз и сталкиваются с тем, что там находятся фанаты из разных сторон, в том числе из Китая, которых не перемолчишь. Они будут кричать в любом случае громче, чем ты будешь молчать в своей классической европейской манере. Подключаются уже, все научились. Это уже тоже наша традиция. Поддерживать артистов на концертах, бурно выражая свои эмоции. Это, в общем-то, тоже относится к экстремальным техникам вокала. Но это всего лишь классификация. То есть да, экстрим, но в его случае слышно, что все уже свободно, очень легко. Никакого бреда он себе дышит ко мне. Я даже не смогу его определить вообще по высоте. Такое ощущение, что он где-то там вообще выходит за границы. Так и есть. Выходит на громкую динамику, и потом самая сложная с громкой динамики снова плавно уйти на тихий звук. Вот сейчас обрати внимание на весо. Если покажет нам, покажет лицо вам. Вот, все равно более расслабленное, да? Такое лицо, в этот момент. Мы с Кристиной ждем ваших вопросов в комментариях под видео, что бы вы хотели послушать и разобрать в следующий раз. Если вы хотите общаться с единомышленниками о творчестве Димаша, присоединяйтесь по ссылкам в описании к группам Евразийского фан-клуба на наиболее удобных для вас социальных платформах ВКонтакте, Фейсбук и Инстаграм, Твиттер, Одноклассники, Саундклуб, Вейбл. Самые свежие новости, самая позитивная атмосфера. Гигабайты фото, видео и аудио ждут вас. Ваш евразийский фан-клуб. Все. Теперь буду петь ее постоянно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok